Новый благоустроенный комфортный уголок появился в Славянске-на-Кубани, на улице Адельской, на пересечении с улицы Проточной. Это современная досуговая площадка для семейного отдыха. На ее открытие побывали и наши корреспонденты. Введение социально-ответственного бизнеса – добрая традиция. Отличительная черта предпринимателей Славянского района. Благодаря поддержке предпринимателей, руководителей предприятий малого и среднего бизнеса, благоустраиваются населенные пункты, ремонтируются тротуары, оборудоваться скверы, устанавливаются детские спортивные площадки, малые формы. В минувшую субботу в городе появился еще один благоустроенный красивый уголок – современной игровой площадкой, итальянской кондитерской и, главное, достопримечательностью – завораживающим, поющим фонтаном. Идея создания родилась у Логошина Игоря Сергеевича – окультурить свою территорию и открыть кафе. И при этом нужна какая-то изюмина в благоустройство. Поэтому было принято такое решение. Затем, посоветовавшись с администрацией, обсудив ряд вопросов, уже было решение получить разрешение на строительство и построить. Ну, на мой взгляд, я считаю, это уютный уголок в городе Славянске на Кубане. Еще утром на пересечении улиц Отдельской и Проточной, где расположилась новая благоустроенная зона отдыха, распахнула свои двери итальянская кондитерская. А торжественная церемония открытия площадки состоялась в три часа дня. На празднике присутствовали почетные гости. На территории нашего муниципального образования это, наверное, первое такое заведение комплексное, где совмещены и кафе, и детская игровая современная площадка, и самая главная достопримечательность города – это же поющий фонтан. Я хотел бы поблагодарить в социальном партнерстве, в котором Сергей Ильич участвует все время, поблагодарить за то, что, несмотря на это сложное экономическое время, ему удается строить такие социальные объекты на территории нашего района. Новая площадка станет отличным местом для семейного отдыха с детьми. Ведь уже в день открытия ребятня облюбовала детский игровой комплекс. А еще, возможно, здесь будут назначаться свидания, звучать самые главные слова. И наверняка площадка станет излюбленным местом, где будут фотографироваться молодожены. Алексей и Маргарита Бакута, связавшие себя узами брака в этот день, не упустили такую возможность. Отлично все, красиво, музыка играет, весело очень. Потрясающе, потрясающе. Счастье, волнение, радость большая. Ну и чуть-чуть любви. После церемонии открытия славянцев ждала насыщенная развлекательная программа с участием ростовых кукол, профессиональных аниматоров, веселая лотерея с призами от итальянской кондитерской. Словом, было весело. Очень нравится. Еще когда строительство было, так мы приходили, смотрели, спрашивали, интересовали, что здесь будет. Здесь столько, смотрите, развлекательных игр, детские площадки. Все, и пожалуйста, а как красиво, даже эти фонари и тонов набивают петровские времена нам. Дети больше будут времени проводить с родителями, со взрослыми, и у них меньше останется времени на баловство. Конечно, мы здесь рядышком живем, поэтому все обязательно придем. Мы очень рады, что у нас появилось еще одно красивое место в городе. С удовольствием все посмотрели, обошли. И рады за наш город, за то, что у нас появляется больше таких мест отдыха для взрослых и для детей. Все очень красиво и приятно. Мне здесь нравится. Я когда приезжаю сюда, я раньше посещала только одно место, но сейчас это будет второе красивое место, куда можно пойти с подругой. Музыкальным продолжением праздника стало выступление вокальной группы «Комплимент». Ну а вечером славянцы получили настоящее эстетическое удовольствие, увидев поющий фонтан во всей красе. Его струи переливались в такт мелодии всеми цветами и оттенками. Алена Лавринова, Александр Косицын, программа «События».